Приветствую вас! Вопрос задаёт мама ребёнка, которая по некоторым косвенным признакам заподозрила, что её ребёнок может быть нетрадиционной ориентацией. Вот из-за чего она, соответственно, испытывает тревогу, страх и говорит о том, что вот значит, если ваш сын будет нетрадиционной ориентацией, то это лишает вас возможности видеть внуков от сына продолжить рот, разве это не испугало бы вас как мать? Почему я выделил этот момент из большого достаточно массива текста? Потому что всё остальное это домыслы, а в данном случае догадки и пересказ разговора с фильмом матери. Что я не вижу смысла это засчитывать. Вот. На что я хочу обратить внимание, именно с точки зрения психологии здесь, что, судя по всему, семья неполная. Отца у ребёнка нет, судя по всему, и почему так легко маме пришла в голову мысль, допускающая, что сын может быть нетрадиционной ориентацией, потому что очень часто бывает, что когда нет отца, то мальчик, общаясь преимущественно с мамой, приобретает характерные черты. Нет, он не становится женщиной, он не становится похожим на девочку, нет. Но в целом, в целом, такие мальчики, а в будущем и мужчины могут быть более эмоциональными, более мягкими, более, скажем так, эмоционально неустойчивыми. Что и приводит к тому, что подобная мысль может закрадываться. То есть, очень важно вам, именно вам, автор вопроса, я не знаю, как вас зовут, да, вы анонимно написали. Так вот, очень важно вам, именно с точки зрения психологии, повторюсь, обеспечить сына фигурой мужчины. Это не обязательно отец. И нет, вам не нужно обижать искать мужчину. Это может быть кто угодно. Вплоть до вашего друга, если такой есть, или коллеги по работе, если такой есть. Но нужен взрослый мужчина, с которым бы мальчик общался. И чтобы мальчик видел, что его мама доверяет этому мужчине. Если вы единственный взрослый человек, с которым общается ваш сын, да, дедушка здесь не может играть такую роль, если здесь дедушка не может играть такую роль. Потому что дедушка, это человек более старшего поколения, отношение к нему немножко другое, специфическое. И у дедушек и бабушек другие функции несколько. Это важно понимать. Поэтому, как бы, дедушка, к сожалению, бабушка не мог играть такую роль. Но вот кто-нибудь, как я уже сказал, из мужчин, примерно, вашего возраста, например, вполне могли бы с этой ролью справиться. Тогда бы, соответственно, у вас было бы куда меньше подсознательных причин для того, чтобы беспокоиться. То есть, условно говоря, значит, традиционная или нетрадиционная ориентация вашего ребенка, это уже на самом деле зависит не от вас. Как бы, это не было прискорблено. То есть, если у ребенка что-то такое есть, то как бы вы, что бы вы ни делали, это будет и проявится. Я не знаю, чего вы хотите для своего ребенка, но сводя в некоторой степени его роль к тому, чтобы воспроизвести роль, ну, мне кажется, в какой-то степени вы обесцениваете его как личности и как человека. Вот. Потому что люди все-таки не для только этой функции приходят в этот мир. Ваш страх, который вы описываете, о котором я сказал в самом начале, ваш страх, на мой взгляд, с точки зрения психологии, вы можете это проверить, вы можете это подтвердить, если не верите лично мне, связан с реализацией. То есть, человек фиксируется на продолжении роли, когда у него есть проблемы с реализацией. Когда человек не чувствует, что реализуется, ну, например, на профессиональной сфере, на профессиональном поприще, или, например, где-нибудь еще. Продолжение роли важно, но оно не обязательно. Вы же это возведете в некий абсолют, в некую максимум. Понимаете? То есть, вы, в данном случае, свой страх обосновываете этим. Но это ваш страх, какое отношение это имеет к ребенку. Ну вот. Кроме того, если дети и далее взрослые становятся нетрадиционной ориентацией, то, как бы, никто не мешает им в последующем эту ориентацию также сменить. И никто не мешает, да, к этому можно по-разному относиться, но никто не мешает им взять ребенка. Да, в России это все сложнее, в России прямо это не разрешено. Но я думаю, что пути есть. И вот здесь стоит интересный вопрос, что вам не просто важен ребенок, вам важно, чтобы это был ваш скромный ребенок, то есть скромный внук, а не приемный. И вот задумайтесь на эту тему. Чем для вас это так важно? Еще раз повторюсь, это важно. Это важно. Но не первостепенно важно. Вы же обосновываете свой страх именно этот. И вы, в общем-то, ставите своего ребенка в неловкое положение паровыми разговорами. Вы обобщаете, говорите, что любая мать испугалась бы, лишь бы оправдать свой страх. И это не так. И любая мать испугалась бы, как вы пишете. Вот. Понимаете? Так что, это очень важный момент. Следующий момент. Аноним. Понимаете, какая штука? Вы говорите, такая себе поддержка, но психолог не поддерживает. Это есть друзья, родственники. Психологи не занимаются поддержкой. Психологи занимаются помощью человеку. Разобраться в его проблемах. Это разные вещи. Потому что поддержка зачастую заключается в том, чтобы говорить человеку неправду. Я неправду вам говорить не собирался. Собрать говорить то, что обусловлено моими профессиональными знаниями. И то, что обусловлено моим профессиональным опытом. И моей личной точкой зрения. Потому что я не только психолог, но еще и человек. И я в данном случае выступаю с позиции человека. Свою профессиональную точку зрения я в принципе уже обозначил. Выступая с точки зрения с позиции человека, я могу вам сказать, что ваша позиция, как мне кажется, нарушает личные границы ребенка. И в общем-то вызывает меня чувство протестов. Как-то так. Как-то так. То есть по сути дела мы здесь наблюдаем в то, что вы свою нереализованность, сомнения, какую-то потребность в компенсации переносите на ребенка. Говоря с ним о нетрадиционной ориентации, вы рискуете зафиксировать его внимание на это. Вызвать у него ощущение, что это что-то запретное. И тем самым сделать более привлекательное. То есть действие, направленное, казалось бы, на одно, может вызвать совершенно противоположный эффект. Задумывались ли вы об этом? А я приведу вам пример, который, надеюсь, как матери, будет вам достаточно понятен. Пример этот касается классической истории, когда вы говорите, ну, безусловно, более младшего возраста ребенку, но тем не менее, вы говорите ему, не делай то-то, то-то, он берет и делает. Вы говорите, не бери, например, котлеты или пирожки, они горячие, ребенок берет, их все равно. Он обжигается, ему больно, но он их берет. И этот протест связан с естественным инстинктом исследования, заложенным в человеке. Вот, с естественным инстинктом научения. Если бы не было этого инстинкта, человек, скорее всего, не выжил бы. Да, это не первичные инстинкты, такие как самосохранение и прочее. Но это, тем не менее, также заложено в страну. То, что вы сейчас делаете, по-вторых, называется фиксацией внимания на чем-то. Чем более эмоциональная вовлеченность ваша, то есть, чем более ребенок чувствует вашу тревогу, тем более, чем ребенок чувствует, что нам важно, как он ориентирован ориентацией, тем больше шансов, что в будущем у него будут по этому поводу трудности. Например, он будет сомневаться в том, что он классический ориентаций, сомневаться в том, что ему нравятся девушки. Например, я с такими случаями лично сталкивался. То есть, картина здесь примерно следующая. Человеку, мужчине, молодому человеку нравятся девушки, но его проблема в том, что ему кажется, что они ему недостаточно нравятся. Соответственно, освобождается какое-то количество энергии, и человек начинает думать, что ему нравятся мальчики, мужчины. Это довольно частое явление, поэтому я еще раз хочу вам сказать следующее. Отсылка к общим историям про продолжение рода, про общую роль родителей, когда вы говорите, что вас как мать, это не испугало бы, является бегством от реальной причины вашего страха, от реального значения для вас продолжение рода, которое безусловно является важным, но ни в коем случае не обязательно, ни в коем случае не определяющим функцию и значения человека личности вашего ребенка. Правда. Но эта ситуация показывает, что при наличии доверительных отношений с вашим сыном у вас нет разграничения, где я, где он, где мои переживания и страхи, а где он, где мои эмоции, где его нарушены личные границы. Честно, это может быть с тем, что вы близки только с сыном. То есть тут может быть. Я не утверждаю, я предполагаю, я могу ошибаться, что наиболее близко вы общаетесь с сыном, как с мужчиной. Никого больше вы к себе не пропускаете. Коль это так, то вы легче будете проецировать на своего ребенка свои желания. Что является, вообще-то говоря, очень деструктивным фактором. Потому что ребенок начинает чувствовать давление, чувствовать, что он не свободен, чувствовать, что он должен оправдать ожидания. Ну, например, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок в будущем стал папой только потому, что вы этого от него хотели. Потому что если бы он не стал папой, вас бы это пугало и расстраивало. То расстраивало то, что у вас не будет внуков. Вот хотели бы вы, чтобы внуки появились, только чтобы не пугать вас, только чтобы не расстраивать вас, только чтобы вы порадовались. Хотели бы вы, чтобы у вашего сына дети были по этой мотивации. А может быть вы считаете, что ему нужно внушать, что самое главное это дети? Или как-то так? Просто вы определитесь со своими ценностями. Какие ценности вы продвигаете своему сыну. И посмотрите на то, насколько реально можно в современном мире при текущем уровне информации, при текущем уровне доступности информации, при текущем уровне коммуникации, и эти ценности донинские. Быть уверенной, что только эти ценности заложатся в вашего сына. Посмотрите, насколько реалистично вы действуете. Если, ну, я считаю не целесообразным говорить о поддержке, я считаю говорить целесообразным о психотерапии, я считаю целесообразным говорить о психологической помощи. Так вот, если говорить о проблемах, то это личные границы между вами ребенком, это работа с вашим страхом, и это, пожалуй, более деликатная коммуникация по поводу ваших ценностей, по поводу того, что вы хотите. То есть, безусловно, если что-то вам важно, безусловно, это нужно транслировать вашему ребенку, но повторюсь, учитывая факторы, которые нас окружают. Это очень важно. Вот три основных аспекта. Ну и четвертый аспект, с которым вы, скорее всего, не согласитесь, это аспект реализации. Уж как-то слишком быстро, на мой взгляд, вы переключили с баловства, то, что вы описываете, может быть просто баловством, на такую глобальную тему, как страх не продолжить свой род. Так вот, что наводит меня на мысль, что вы как-то готовы к такой вот гастрофизации каких-то обстоятельств, что с точки зрения психологии является симптомом проблем. Которые нужно решать. Ребенок не обязан и не должен расплачиваться за то, что у взрослого, у его родителя есть какие-то психологические трудности. А вам нужно спросить себя, как вы относитесь, если чего вы хотите для своего ребенка. И, с этой точки зрения, спросить себя, насколько для вас приемлемо, что на данный момент, к сожалению, ребенок впитывает вашу проблематику. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.